Всем привет! С вами Асель. Я очень рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня у нас продолжение рубрики пустые баночки. И начну я вот с этих пенок для умывания бренда Esfolio. Первая пенка у нас идет с молочными протеинами. Вторая пенка с яичным желтком. Средство находится в тубе объем 150 миллилитров. Имеются стандартные флип-крышки. Довольно плотно закрываются. Также стоит отметить такой вот милый приятный дизайн. И они продавались эти пенки вместе с коробками. К сожалению, которые я уже успела выбросить. По поводу аромата хочу сказать, что вот яичная пенка имеет очень приятный и я бы сказала бы освежающий аромат. Вот здесь вот аромат немножко меня конечно разочаровало. Я ожидала здесь что-то такое молочное, сливочное. Но, к сожалению, мне это больше напомнило, наверное, мужской крем для бритья. Причем какой-то немножко, даже как будто уже подпорченный. То есть аромат мне абсолютно не понравился. По свойствам, так как пользовалась я ими одновременно, я могу сказать, что пенятся они абсолютно одинаково. То есть имеют очень густую, хорошую, плотную пену. Кстати, пенки из фолио, вот они в принципе все имеют хорошую пену. Мягкую такую, воздушную. Очищающие свойства тоже у них практически одинаковые. Единственное, вот эта вот пенка, она чуть-чуть больше подсушивает, чем яичная. Особенно если у кого кожа сухая. После умывания я рекомендую вам не медлить, сразу же приступать к следующему этапу ухода. Если вы по корейской системе следуете, то это, конечно, будет у нас тонер. Так, по поводу очищения. Очищают они очень хорошо. Хорошо избавляют от остатков гидрофильного масла. Также прекрасно справляются с другими какими-то загрязнениями. Но здесь заявлено, что сужают поры эти пенки. Пенки особо они мне не сузили. И еще какой-то такой вот был небольшой побочный эффект. Я не знаю. Это, конечно, моя ошибка, то, что я сразу пользуюсь одновременно двумя-тремя средствами. Но какая-то из этих пенок дала мне небольшое высыпание на лице. Я все-таки подозреваю, что это вот это вот с молочными протеинами. Но по поводу высыпания я, конечно, могу ошибаться. Хотя у меня такая кожа, если ей что-то не нравится, она тут же мгновенно реагирует. И обычно эта реакция у меня бывает либо комедоны какие-то, либо высыпания. Вот так вот. И давайте я вам покажу. Я выдавила здесь немножечко осталось средство. Я выдавила его вот так вот на руку. Я хочу вам показать, какой по консистенции это продукт. Посмотрите, какой он красивый. Это такая вот пенка. Она не просто похожа на пасту стандартную. А она такая вот имеет какой-то такой перламутровый оттенок. Кстати, если я не ошибаюсь, может быть, но мне кажется, что здесь она немножечко имеет желтоватый оттенок. Хотя, может, мне так просто самой хочется, потому что это пенка яичная. Но в любом случае она имеет, она вот такая вот у нас перламутровая. Следующая пенка, которая у меня закончилась, имеет невероятно милый дизайн. Это такая вот пенка от бренда Тони Молли с покемоном. Если вы являетесь фанатом этих существ, то здесь имеется целая серия этих пенок, и вы можете собрать. Конкретно данное средство идет с экстрактом портулака, направлено на сужение пор и даже избавление от черных точек. По крайней мере, так производитель изначально обещал. По поводу аромата. Имеет очень приятный освежающий аромат. Скорее всего, даже это может быть запах портулака. Хотя я понятия не имею, как пахнет сам портулак. Но, тем не менее, аромат приятный. Пенится она очень хорошо. То есть, получается, экономичная. По цене она такая, скажем, не совсем бюджетная. Но, если брать во внимание экономичность, то выходит, конечно, недорого. И по поводу черных точек. Конечно, от черных точек она меня не спасла, не избавила, немножечко пору сузила. В моем случае, чтобы мне избавиться от черных точек, я всегда говорю, мне необходим старо проверенный способ. Это механическая очистка. Несмотря на такой милый дизайн, данная пенка этих проблем не решает. По крайней мере, мне она в этом плане не помогла. Хотя, по поводу очищения могу сказать, что она работает великолепно. Хорошо избавляет от остатков макияжа, от остатков гидрофильного масла и так далее. Но, она немножечко подсушивает кожу. Есть пенки, после которых кожу стягивает, а есть прям, которые конкретно сушат. Вот это как раз она и относится к таким агрессивным пенкам, которые сушат кожу. У меня кожа жирная, поэтому мне как раз это мой случай. Мне такие пенки нравятся. Но, если у вас сухая кожа, если она у вас такая чувствительная, то, конечно, это не ваш случай. Следующий продукт, который у меня закончился, это увлажняющий лосьон для тела с куэнзимом. Опять-таки, от бренда Esfolio. Вообще, я считаю, что это один из самых удачных продуктов от данного бренда. Идет в такой вот бутылочке пластмассовой, объемом 500 мл. И, конечно, порадовала помподозатор. Это очень удобно. По консистенции здесь немножечко осталось с продукта. Вот так вот он выглядит. То есть, имеет такой вот желтоватый оттенок. Он здесь загустел, так как это уже остатки. А так он имеет, он такой кремовый, но при этом жидкий. Более жидкий, чем крем, но более густой, чем лосьон. Кстати, напоминает по консистенции чем-то на сгущенное молоко. Он тоже имеет такой вот желтоватый оттенок, очень легкий. Быстро впитывается. Его очень хорошо, данный лосьон, использовать зимой. Почему? Потому что в зимнее время как раз кожа у нас очень сухая. И обычно стараемся мы сразу надевать какую-то одежду на себя. Поэтому данный лосьон, он очень удобный в применении. Сразу моментально впитывается. Я его наносила и на руки, и на тело, потому что он мне 100% устраивал. По поводу аромата, аромат сладкий. Сладкий, очень приятный, такой конфетный. И на теле имеется еще в течение 2-3 часов такой аромат. Даже может быть шлейф после вас, потому что аромат действительно очень довольно сильный. Но при этом он мне не надоел. Где-то я хватила мне этого лосьона на 3-4 месяца. Еще, кстати, данный лосьон есть с ароматом алоэ. По своим увлажняющим свойствам они одинаковы. Но аромат алоэ, он как раз уже более спокойный, скажем так. Если вам не нравятся сладкие ароматы. Вот это то средство, которое я буду повторять. Потому что мне есть с чем сравнивать. Так, следующее. Это у меня в руках пустые баночки от универсального геля для лица и для тела бренда Farmstate. Это идет с экстрактом алоэ. Следующий гель идет с экстрактом улиточного муцина. Идут они в таких вот больших банках, шайбах. Объемом 300 мл. По поводу консистенции. Похоже данные гели. У них консистенция между гелем и желе. Что-то такое. К сожалению, продукт показать не могу. Потому что они у меня уже идут пустые. То есть что-то похоже на размягшее желе. Скажем так, которое полежало в тепле какое-то время. По аромату вот этот вот пахнет чем-то похоже на огуречный аромат. Такой освежающий. А данный гель здесь аромат я не совсем поняла. То есть он мне не особо понравился. Но по своим увлажняющим свойствам они одинаковые. То есть многие вообще жалуются на то, что они недостаточно как-то питают кожу и так далее. Но хочу вам сказать, что это не какой-то питательный крем. А это просто увлажняющий гель для тела. Вот и все. Также его еще можно использовать. Я слышала, как маску. То есть его рекомендуют так использовать. Как патчи для кожи. Да вокруг, под глазами. Также как маску для волос. Чуть ли там тоже даже слышала, как маску для кутикул и так далее. Во-первых, у меня это все делать немножечко лени. Во-вторых, я не понимаю, зачем использовать этот гель в качестве патчей под глаза. Если можно купить просто гидрогелевые патчи. Потом, зачем использовать его как маску для волос. Сейчас существует столько разных прекрасных работающих средств для волос. Уже готовых. Зачем что-то изобретать. Поэтому данный гель я просто приобрела на летний период. Чтобы можно было наносить на тело после того, как я позагораю. Также написано было в описании, что данный гель помогает при ожогах солнечных и так далее. Но если у вас серьезный ожог, то, конечно, этот гель бесполезен. Его можно просто нанести после того, как вы немножечко загорели. Это просто универсальный гель, который сбавляет от легкой сухости. Чтобы кожа не была стянута. Охлаждает, освежает. Кстати, чуть не забыла, почему он так быстро закончился. Еще по той причине, что его муж использовал в качестве увлажняющего геля после бритья. Он ему очень сильно понравился. Потому что этот гель очень быстро впитывается. Кожа не потеет, как после обычного крема. И нет ощущения, что на коже есть что-то лишнее. На сегодня все мои пустые баночки закончились. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующем видео.